Друзья, всем привет! Меня зовут Давид и я запускаю новый проект, который называется «Не все так плохо в России». Я нахожусь в чудесном городе-курорте Сочи и я сейчас расскажу вам, точнее, Роман расскажет о своем бизнесе. Моя идея состояла в том, три составляющих. Первая, эта компания должна быть основана в России, неважно, кто ее владелец, даже если иностранцы. Компания должна находиться в России, платить налоги в России. Вторая, эта компания должна что-то производить. Я не обращаюсь к риэлторам, к страховым компаниям и так далее. Это должно быть производство. Ну и третья, конечно, эта компания должна существовать и работу давать другим людям. Вот таких три простых составляющих и мы начинаем это с самый первый выпуск. Роман, приветствую тебя на канале Арстайл. Расскажи, пожалуйста, про компанию. Добрый день. Значит, компания «Серваюк». Мы с 2012 года производим септики, автономную канализацию, емкости, резервуары для воды, для дачи, для сельского хозяйства, для удобрений. Значит, работаем мы с листовыми пластиками, это полимерные листы. Работаем с готовыми компаундами. Это порошок такой, из которого отливаются пластиковые формы. И работаем со стеклопластиковыми изделиями. Сегодня это новое наше направление. Значит, ну это реальный сектор экономики, это реальное производство и это реальный спрос у потребителей. Вот вы строите частный дом себе, вам нужна канализация. Центральная канализация в большинстве случаев у нас здесь в Сочи и в регионах нет. Тогда вы обращайтесь к нам. И тут намного строже, чем в других регионах. Я знаю, в Сочи требования намного строже. В Сочи находится у нас здесь прибрежная полоса. Сочи, Геленджик, Новороссийск, Анапа. Они примерно по законодательству друг на друга похожи. То есть и там, и здесь требуют от владельцев частных домов устанавливать или автономную канализацию, или врезаться в центральную. Где-то на Краснодаре, на Ставрополе, Ростовской области там попроще. Но, тем не менее, туда тоже, на эти регионы мы тоже производим, тоже устанавливаем. Роман, а сырье, оно российское или какая-то часть из-за границы приходит? Нет, на сегодня сырье полностью отечественное. То есть нет ничего импортного. Это я говорю про листы. Есть импортные комплектующие, можно заснять, если тут прямо в офисе насосы у нас стоят. Это импорт, а листы, все полимеры на сегодня отечественные, заграничного ничего нет. А насосы, аналоги у нас есть такие, если заменять? Ну, вот если бы были, мы бы уже поменяли. А, я понял. Сколько работает, если не секрет, человек вообще в компании, на производстве? Ну, в общей сложности около 40-50 человек по компании работает на производстве. Основное производство, вот рабочий состав 15-20 человек, это рабочих производственных цехов. Остальные это выездные специалисты, офисные сотрудники, бухгалтерия, продавцы. А как вообще возникла компания? Может быть, был опыт какой-то в предыдущих компаниях наемным сотрудникам? Или просто сразу как-то вот была выбрана ниша, если это не секрет, конечно? Нет, ниша не выбиралась. Так все, вот как у нас обычно бизнес в России делается. Есть какое-то направление, есть какой-то, да, заграничный опыт, то есть к нам в Россию, да, раньше поставляли станции, там, Троидианис, значит, Тополь. Это вообще импортные направления. Потом начинаем производить что-то свое, аналогичное. Вот так вот все и появилось. То есть используя опыт зарубежных компаний в свое время. Сначала продавали другие септики, как раз-таки этих производителей. Набрались опыта по монтажу, научились сами производить. Ну и все, вот сейчас... И открыли свое производство. А сколько производственных площадок? Я знаю, что в Краснодаре у вас есть. Да, под Краснодаром одна производственная площадка, это самая большая на сегодня. То есть она находится на собственной земле, около двух гектаров территории. Сейчас там новая цеха строится. Это номер один площадка. Дальше Москва и Сочи, где мы сейчас находимся. Две небольшие производственные площадки. Москва работает только на Москву. Сочи только на Сочи. Под Краснодаром площадка на Крым, Ставропольский край, Ростовскую область. На весь Краснодарский край, не считая Сочи. То есть там самые большие производственные мощности на сегодня. Как я понял, у вас все прекрасно. А планируете... Ну, я так вижу. Я смотрю, опять же, вот эти вот цены. Ну, у меня ваш септик в 0.8. Действительно, все очень хорошо. А планы... Хорошо, работаем, конечно. Да, есть планы какую-то новую продукцию производить? Что-то еще делать? Есть, есть. Сейчас могу инсайдерскую информацию сказать. Есть уже новые модели септиков. Можно вот краешком тогда будут заснять. Сейчас покажу. Мы ее еще даже в продажу не запускали. Ну, это я могу подставить. Могу прямо на экране снять. Разница можно на экране, да. Ну, можно показать, что это вот в онлайне все происходит. Значит, это вот макеты нового и модели септика. А чем они лучше действующих? А сейчас все объясню. Значит, модель новая. На производстве основном уже выпущены формы. Уже упаковывается весь маркетинговый материал, чтобы людям донести преимущество относительно всех других моделей. Если вкратце, это литая бесшовная станция. То есть корпус литой, бесшовный, прочный, горизонтального расположения. У нас уже есть такая модель. Вот стоит выставочный образец из этого же материала на улице. Но вертикальная форма. Это будет горизонтальная. То есть мы уже не из листа делаем и свариваем лист к листу, а отливаем в готовой металлической форме изделие. Форму раскрываем, там получается корпус. Бесшовный, прочный, симпатичный. Здорово. Я сейчас посмотрю, конечно. А какие станции лучше покупают? Я вижу, у вас основной сейчас 6 моделей. Одна из них, как у меня, она не требует энергии, не требует электричества. Остальные 5 требуют. Понятно, что они, наверное, разделяются. Одно дело, например, у владелец даже мини-гостиницы, он, безусловно, возьмет что-то мощное и дорогое. А вот если брать частные люди, вот как я, домовладельцы, что берут больше всего? Здесь модельный ряд составлен таким образом, чтобы перекрывать возможности и потребности каждого покупателя. Можно взять станцию попроще, без электричества. Она тоже работает, это тоже станция, но минимальная, без электричества, без силовых агрегатов внутри. С необходимостью там дополнительно что-то на участке себе сделать, дренажную траншею, либо дренажный колодец. Есть станции с электричеством, вот как серия «Финтек», «Аэро», «Крофи», ну и дальше пошли. Они все по качеству и по принципу работы, и по качеству очистки стоков идентичные, но отличаются внутренними комплектующими. От стоимости внутренних комплектующих меняется конечная стоимость станции. То есть можно взять станцию на базе дренажного насоса, да, он там себестоимости меньше, срок службы у него тоже меньше, он требует там замены. Есть станции на базе компрессора, компрессора более долговечные, но срок службы у них больше. То есть здесь все уже зависит от комплектующих, от бюджета покупателя, ну вот и все. То есть если мы говорим о частном секторе, есть станции коммерческие, вот как ты сказал только что, коттеджный поселок, гостиница, то есть это уже отдельная линейка промышленных систем очистки, там закладывается специально заранее камера реагентной обработки стоков. Улучшенные технологии. Роман, спасибо. Если есть что-то добавить для зрителей канала Арстайл, для всех, кто смотрит, как говорится, мое уважение, я всегда уважаю людей, которые что-то делают, которые создают рабочие места, которые платят налоги. Это здорово. Платят, честно платят. Да, я верю. Этот пилотный выпуск, я надеюсь, он зайдет. Друзья, я прошу вас поставить лайк этому видео, конечно, подписаться, написать мне, про что бы вы хотели, чтобы я поснимал. Если кто-то меня смотрит, у кого свое дело, обращайтесь, если технически это возможно, я к вам приеду, и мы с вами также пообщаемся. Вот, Роман, спасибо. Если что-то есть сказать, пожалуйста. Добавить нечего, чтобы не выглядело, как реклама, вот как весь сели, поговорили, поэтому вкратце объяснил, при необходимости обращайтесь, может, все-таки ссылочку оставишь на нас. Оставлю, конечно. Благодарю. Все, спасибо.